сейчас поговорим о важной теме которая каждого касается в какой-то период жизни особенно женщин когда женщины рожают детей они часто ходят декрет и поступают со своей карьерой а потом с трудом ищет другую работу иногда молодой мама приходится полностью менять сферу деятельности например инженеры после декрета могут становиться мастерами по маникюру ну и таких примеров очень много чтобы не остаться без работы специалисты советуют поддерживать свои профессиональные компетенции вот подробнее о правах сотрудниц и работодателей на время декрета нам расскажет антон лебедев адвокат нами на прямой связи антон доброе утро доброе утро давайте узнаем вообще какие сейчас нормы по законодательству касающиеся декрета ну хорошо думаю стоит открыть тайну что декретов у нас по законодательству трудовой кодекс у нас предусматривает отпуск по беременности родом и отпуск по уходу за ребенком декрета на самом деле это из римского права со времен революции у нас название использовалось это коллегиальный указ императора или коллегиального органа вот поэтому правильно говорить все-таки об отпусках что касается отпуска по беременности родом он составляет в зависимости от количества рождаемых детей от 70 до 84 дней до и послеродов то есть предоставляется одинаковый период до родов и одинаковый период послеродов что касается отпуска по уходу за ребенком то такой Его отпуск предоставляется до трех лет, пока ребенку не исполнится три года. Насколько мы знаем, отпуск по уходу за ребенком предоставляется не только матери, его может взять и отец. Вот здесь есть какие-то нюансы и различия между теми? В зависимости от ситуации в семье, конечно, родители теоретически могут чередоваться, но за исключением того, что отец все-таки рожать-то не может. Ему, соответственно, отпуск по беременности и родам не положим. А так, в принципе, родители вполне могут меняться ролью того, кто сидит с ребенком, поскольку ребенок постоянно в таком возрасте нуждается в уходе. Если любой отец либо мать, находясь в декретном отпуске, как мы его называем в народе, иногда хочет кардинально сменить профессию, но вывод, как человек, знающий законы, есть ли какие-то ограничения в данном случае? Стоит ли это делать? Прерывать, например, свой отпуск и менять профессию, либо это сделать после? Ну, это, конечно, выбор самого человека. У нас никто не обязывает человека работать на одной работе, у нас принудительный труд по закону запрещен, поэтому выбор места работы – это только желание работника. Я имею в виду, что может потерять человек, который находится, например, на данный момент в отпуске по уходу за ребенком? Ну, во-первых, пока человек работает, ему полагаются выплаты, рассчитываемые от средней заработной платы. Поэтому, если он ушел в декретный отпуск, ему размер выплат рассчитывается, исходя из его средней заработной платы на месте работы. Поэтому, если у него не будет места работы, этот расчет будет производиться совершенно по-другому. Часто, допустим, люди, которые находятся в декретном отпуске, то есть в отпуске по уходу за ребенком, совмещают все-таки с работой этот период, и получается ситуация, что им и выплаты положены, и еще и от работодателя положены дополнительные выплаты, ну, по размеру увеличенные выплаты в связи с нахождением в отпуске по уходу. То есть он может частично выходить на неполный рабочий день и, как бы, по факту получаться и работающим, и находящимся в отпуске. Спасибо большое. Говорим Антону Лебедеву, адвокату, который был с нами на связи, обсуждали декретный отпуск, напомню, нашим зрителям. Спасибо большое, Антон. Хорошего дня. Хорошего дня.